Уважаемые коллеги, бытует мнение, что историю пишут и формируют журналисты и писатели. Это в определенной мере правильно, но у нас появились все основания утверждать, что новейшую отечественную историю пишут и фальсификаторы. В фракции Компартии Российской Федерации в Государственной Доме располагает информация, которую необходимо, конечно, тщательно проверить через проведение парламентского расследования о том, что в начале 90-х годов прошлого века под крышей администрации президента Бориса Ельцина была создана мощная команда специалистов по подделке исторических документов советского и в основном сталинского периода. С одной целью – опорочить советское правление и уравнять сталинизм с фашизмом. В группу вошли сотрудники российских спецслужб, а также 6-го института Генерального штаба Вооруженных сил страны. Она располагалась в помещениях бывших дач ЦК КПСС в поселке Нагорный в Подмосковье. Не исключено, что группа или часть этой группы работает по сей день. Наибольшая ее активность совпала с периодом рассекречивания документов Политбюро и ЦК КПСС, проводимого в начале 90-х годов правительственной комиссией под руководством Михаила Полторанина. По имеющейся информации, фальсификаторы технически исполнили сотни тысяч фальшивых страниц, и они были размещены в архивных делах и документах. Уже установлена фальсификация так называемого завещания Ленина некоторых документов, связанных с отречением императора Николая II от престола о том, что Сталин был агентом якобы охранки и другие факты. Сегодня мы можем утверждать, что так называемая записка Берия от марта 1940 года, в которой он якобы просил Политбюро дать согласие на расстрел 27 тысяч польских военнопленных, сфальсифицирована. Мы можем предъявить материалы экспертизы, экспертного заключения, подтверждающего это, сфальсифицированную и выпиской из решения Политбюро партии, якобы давшего согласие на расстрел поляков. Мы предъявляем экспертные заключения о фабрикации документов, о якобы имевших место сотрудничестве НКВД с Гестапо Гитлеровской Германии. Вот оно, экспертное заключение. Мы высказываем огромную тревогу и обеспокоенность по ряду причин. И в первую очередь потому, что фальшивые документы, запущенные в научный оборот, они выдаются за достоверные в исторической литературе, документальных и художественных произведениях, формируя у людей искаженное мнение о нашем недалеком прошлом. Мы бы не стали делать подобное заявление, если бы бывший помощник Ельцина Дмитрий Волкогонов не передал бы библиотеке Конгресса США десятки сотни архивных документов с грифом «совершенно секретно» и «секретно». Как в копиях, я подчеркиваю, так и в оригиналах. Такие документы сегодня гуляют фактически по всей Европе. В нашем распоряжении имеются поддельные печати, штампы, оттиски, фальшивых подписей Сталина, Берия и других лиц, а также чистые бланки 30-40-х годов, на которых изготавливались фальшивые документы. Я представляю вам для обозрения, уважаемые мои коллеги, архивный том с документами. Это переписка Народного комиссариата обороны, НКВД, НГБ со Сталином. Сформировано вот этот том лишь с одной целью, чтобы легализовать несколько фальшивых документов, в том числе и записку, изготовленную от имени Генерального штаба Красной Армии. К сожалению, я отмечаю, что фальшивка сработала, и она сегодня гуляет, по сути дела, по многим источникам, в том числе и научным источникам. На томе, как говорится, есть записи, хранить вечно рассекречивание не подлежит. Тогда возникает вопрос, как это выбыло из архивов, и почему это стало достоянием, как говорится, многих количеств людей. Меня обвинили в подтасовке фактов, и в том числе директор архивной службы Мироненко. Я заявляю, если он найдет хотя бы одну записку или один документ, не соответствующий...